Тарас Возвращение Основная задача была показать душу Шевченко, его стремление к свободе. Когда я писал сценарий, я не думал, что он будет в это время, потому что это освобождение Шевченко из российской ссылки через различные преграды. Но то, что это будет перекликаться с освобождением наших военнопленных, я тогда не думал. Снимали фильм в Украине и Казахстане. Всего задействовали четыре десятка разных локаций и около сотни актеров. Главную роль Кобзаря исполнил театральный актер Борис Орлов. Интересный сценарий, необычный для актера, художественный. Много чего нужно уточнять, то есть такой, с которым можно работать. Музыкальным сопровождением картины занималась певица Катя Чили. Кино показала Тараса Шевченко с новой стороны, говорят зрители. Это совсем другой взгляд на Шевченко. Не такой, как мы привыкли видеть и какой нам подают в школе. Что это такой более строгий мужчина, и вот он всегда в этой шапке, в своем кожухе. А тут он совсем близкий к нам, со своими ежедневными проблемами, переживаниями. Это сокращает дистанции и очень интересно. Бюджет фильма «Тарас» – возвращение более полутора миллионов долларов. Половину выделило государство. В ближайших планах показать картину на больших экранах по всей стране. Тамара Кононенко, Вячеслав Смирнов, ЮАИ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова